Приветствую вас на канале Сокровище Черногории и сегодня небольшое видео из домашней коптильни Божа Поповича. У меня есть видео, которое я снимал зимой, там было видно, как коптится мясо. Ну а сегодня я хочу показать, как это выглядит летом, когда приезжают туристы, регустируют шут, сыр, вино, ракию. Вот здесь виден его телефон. Тот, кто видел более старые видео, видели, что здесь не было паркинга, здесь была старая его коптильня, он 40 лет этим занимается. Сейчас он снес старую коптильню, сделал тут более комфортный паркинг, где больше машин может заехать. И у него здесь новое производство, плюс номера. Сейчас я вам покажу, как, ну не коптятся, а как висят окорока в новой коптильне. Покажу реставрированный, реконструированный старый дом, комнату старого дома его. И как выглядит дегустация, и как выглядит сейчас у него этот паршют сыр на продажу. Вот это новая коптильня. Кто не знает, говорю, паршют, как готовят. Осенью закупаются ноги свиные. На месяц помещаются в соленую воду со специями под пресс, под гнет на месяц. А потом развешиваются вот в такой коптильне, где пуховыми дровами, которые не дают дополнительного вкуса, запаха от своей там смол эфирных там масел, мясу. Четыре-пять месяцев, круглосуточно идет копчение этим дымом. У Божи здесь также он делает сам со своего виноградника вино. Красное, белое, лозовую раковину, лозовачку. Домашний сыр. Домашние колбаски. Очень все вкусно, рекомендую. Цены вполне адекватные. Килограмм молодого паршюта стоит 16 евро. Килограмм двугодичного паршюта стоит 18 евро. Вот хочу показать вам еще старый дом. Чуканчики для распития раки. Головные уборы черногорцев. Настоящий ятаган, которым прадеды Божио бились с турками. Король Никола Петрович Негаш. Сначала князь, потом король. Сначала княгиня, потом королева его жена Милена. Петр Петрович Негаш. Самый уважаемый правитель Черногории. И самогонный аппарат, самогонная машина, которая здесь, вот без центральной части, я так к этому не относится, два казана. Как сербы ее называют, весела машина. Вот семья правителя Черногории. Князь Никола с детьми. История Церногоры. Фотографии семейные Божия Поповича. Есть вот такой раритетный поляроид. Зоркий. Вот тоже правитель Петр Второй Петрович Негаш, только уже в митрополитских одеяниях. Ну что же, посмотрим, что дают на дегустацию здесь. Их король. Один год и два года. Прошут одногодичный, двухгодичный сыр и домашние колбаски. Это на дегустацию Божия. И вот такой мини-магазинчик, где уже вакуумированный прошут лежит, колбаски. Вот это двухгодичный прошут, две годины написано. Это более молодой прошут. Сыры. Цена головки сыра 15 евро. 18 евро двухгодичный, 16 евро одногодичный. Сыр маленький, красивые баночки. С медом. Вот по 4 евро. Тут с инжиром, с орехами. Вот производство, где режут, вакуумируют. Ну не производство, в смысле упаковка. Так что, те, кто едет в Негуши на дегустацию, вот рекомендую заехать сюда. К Божьему Поповичу. На этом у меня сегодня все. Будьте здоровы, приезжайте в Черногорию. Будем рады видеть вас в гостях. Всего доброго.